Золотов Александр Владимирович, научный консультант Российского Виктор Иванович проблему обозначил, что наша партия растет, а проблема такая, что очень большой разрыв, ну должен сказать, что вот этот разрыв сокращается, потому что рабочий класс чисто не сокращается, а партия растет, но тем не менее, действительно, мы должны понимать, что 20 миллионов это огромная сила на фоне того, что было перед октябрем 17-го, но перед октябрем 17-го партия была, точнее говоря, сила была значительно степени мобилизованной, в том числе благодаря партии большевиков. Я вот, например, как закон, видимо, жизни партийной, что всякий известный большевик в своей политической биографии имеет этап участия в забастовочной борьбе с удвижением требований 8-часового рабочего дня. Я вот, например, знал, например, о Ворошилове. Показались в Луганске в пятом году 29 ревни, 29 ревни, там не только, конечно, но вот озвучилось, как я запомнил свою историю, 8 часов в рабочий день, пришел во главе забастовочного комитета, и вот в 1905 году в Луганске, в целом городе этого ввели, на волне революционной, но тем не менее, вот Крым Ворошилов. А что, наверное, уж, когда Сталин скребился за коллективный договор в Баку, наверное, там не было ничего рабочего дня. Тоже было. То есть это совершенно очевидно, что для большевиков характерно бороться за улучшение условий туда и конкретно за сокращение рабочего дня. И то, что мы, наконец, вот этим тоже стали заниматься, это вот заставление этой связи, этой революционной преемственности. Я должен сказать, что на сегодня действительно у нас в этом отношении нет никаких конкурентов, и вот это нас резко выделило, потому что раньше мы как-то, ну а кто там за индексацию, за повышение заработной платы, а вот чтобы за сокращение рабочего дня до 6 часов, ни одна политическая сила не выступала в последние десятилетия. В принципе, возможно, что и выступит, потому что отнюдь не только революционные партии выставляют требования 6 часов воровающих дня назад, и с этим носится и стал демократ. Но когда кто-то выступит, значит мы пойдем дальше, потому что мы будем, когда это выступит, когда развенется большая борьба, и когда это станет уже в повестку дня, и тогда мы знаем, что самая реакционная сила, даже реакционеры становятся на почве революции, когда она совершилась. Они банты одевают, красные помещики и крупнейшие капиталисты, потом, когда если вдруг дойдет дело до того, что рабочий класс начнет внедрять по себе месту, там 6 часов, они тоже будут за него. Ну тогда мы дальше пойдем, определяем нашу стратегию, это не самое последнее, с чем мы будем выступать. Ну скажем, что сокращение рабочего дня, составление, кстати, власти, совет, и так далее, и так далее. То есть это будет следующий лозунг, который у нас будет приближать в наше выполнение программы. Пока у нас на этом попы конкурентов нет. Значит, это действительно многое нам дает. Это дает нам в плане того, что, например, вот в России сейчас вы говорите, ну а чего здесь Россия? Вот сейчас все гордятся чем? Первый, это о космонавтах, что было сделано. О хоккеистах, прошлого. А 28 панфилосов, прошлого, прошлого, прошлого. А вот что сегодняшняя капиталистическая Россия может так вот дать, как пример вдохновляющий, в каком-то смысле стать лидером? И что бы могла? Я понимаю. А вот, скажем, в конце 20-х годов советская Россия, да, была советской властью, но власть для социальных, и, так сказать, и самих-то рабочих, и зарубежных рабочих, ну что означает? Ну, власть хозяева, а в чем-то выражается. Было голоднее у нас, жили хуже, и в бараках жили, и в Европе, так как уже в других странах они жили, в Соединенных Штатах, но все понимали, что советский рабочий имеет не только 8, а 7-часовой рабочий день. И это всегда отличало нашу страну. И вот мы, говоря, слава Мельковского и поэту, могли на буржуев смотреть свысока. Вот если мы могли бы чем-то гордиться сейчас, вели бы 6-часовой рабочий день. Вот мы, все Россия говорили, что да, конечно, у вас там что-то больше, и так далее. А вот у нас 600 рабочий день. Даже вот это, кстати говоря, добавило в пользу Россия, а не только в прошлом. То есть это мы и для сегодня, и для нашей гордости тоже могли бы добавить. Хотя это на самом деле не только гордость, да, но вот огромный шаг в улучшении положения рабочего класса. Значит, поэтому я думаю, мы этой дорогой должны идти. Дорога большая. Я тут вот не согласен. Хочу поспорить, что вот так вот, и все так понимают. Вот вам сказали. И Константин Александрович мог бы сказать, ему позвонили из Ленинграда, вот потому телефон. Один раз позвонили всего, чтобы сообщить, что же вы там в Нижнем Новгороде надумали. Мы тут по 12 часов, а вы, злентяи, по 6 часов. Тоже была такая оценка, реакция такая. И было бы странно, если бы такой реакции не было. Ну что, вот в буржуазии вся только за. Она, а мы же говорим, у нас прибудает буржуазное сознание. Ну так если в буржуазии против, хотя это тоже отчасти выгодно, она может тоже согласиться потом. Это тоже в конечном счете и в ее интересах, да. И вот топильно об этом говорить. Но тем не менее, реакция такая, отторжение первоначальное. А если рабочие разделяют буржуазные предосудки, они тоже будут вам говорить то же самое. Поэтому не будем прощать эту задачу. Хотя понятно, что раз мы правильно выражаем коренные интересы, раньше или позже, при нашей активной, резидентной работе, люди это воспримут. И за нами пойдут. Ну так мы выкинем лозунг, как все знаем. Я, честно говоря, по наивности думал, что так и будет. А ничего подобного. А они как не двигаются, потому что много тут факторов, не будем разъяснять. Но, короче говоря, не надо думать, что это очень простая задача. И вот такая очевидная задача. Ну, пойдут и дизайнят. Значит, второе. Вот мы говорим о нашей партии, она рабочая партия России. И здесь много чего мы делаем, чтобы она была рабочей. Да, и вот у нас идут рабочие, делегация, большинство рабочих. И некоторые вещи, может быть, даже незаметные. Вот нам приезжают рабочие, а как они приезжают? А потому что мы оплачиваем проездом. А вот если бы не оплачивали, один раз приехал, у нас ест. А второй раз не приехал, потому что на сколько раз можно выкладывать с кармана? Как-то можно объяснить быстро. То же самое на РКР. Это не какое-то, так сказать, просто нормальное состояние. Постановка работы. Если мы хотим обеспечить приоритет рабочих в наших органах партийных, в тех органах, которые выполняют партийную работу, формально не будучи партийными, мы должны это финансировать. И надо еще подумать, что мы можем сделать. И в том числе решая задачу расширения, так сказать, наших партийных объектов за счет рабочих. Вот мы посоветовались с Константином Александровичем, с Валентином Владимировичем. Вот у нас есть такая категория, скажем, на РКР, да, как приглашенных. Если вы видите товарищей какого-то рабочего, да, который на нас медицирует, но не сразу в партию, съездим, посмотрите, в город. В конце концов, мы экскурсии можем организовать. То есть, если вы с таким, так сказать, поворотом, то я думаю, что мы найдем средства тоже и поддержим, и так далее. Имею в виду, что у нас в том числе прием партий проходит и через РКР, где рабочие, активные, интересующие, знакомятся с партийной организацией. Вот Тим Владимирович у нас там был найден, на миллион нас нашел, да, есть это продолжательные, готовые для расширения и профсоюзного влияния, и партийного в том числе. Так что, вот как один шагок, наряду с теми, о которых здесь говорили. Поэтому давайте по этой линии тоже идти, использовать для того, чтобы рабочих у нас было больше. Я, так сказать, тоже оцениваю очень положительно, проделаю работу. Как выросла Нижегородская организация? Выросла, а выросла Нижегородская организация на 16%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!